Уже на протяжении достаточно долгого времени мы разговариваем о цифровизации, о том, как она глубоко проникает в традиционное сельское хозяйство, в частности, в растеневодстве. Используется уже достаточно давно, и результативность применения различных систем всегда вызывает определенные вопросы. Поэтому и тема сегодняшней презентации, и некоторые факты, которые я здесь хочу изложить, они как раз-таки напрямую связаны с экономическими аспектами. Мы продолжаем прирастать, несмотря ни на что идет строительство новой площадки тракторного завода. Мы расширяемся и географически у нас новые поставки в новые страны для нас, новые рынки, ну и, собственно говоря, нас не остановить в этом. Разработками у нас занимается большой коллектив, порядка 350 инженеров, конструкторов, программистов. Мы занимаемся как самостоятельно, так и с привлечением компаний-партнеров, потому что задача у нас громадье. Планы очень амбициозные, как вы, наверное, слышали. Знаете, мы в ноябре прошлого года, ну, к сожалению, неочно, но, тем не менее, участвовали в конкурсе инноваций в Германии и получили одну из 13 медалей. То есть, чтобы было понимание, 480 было заявок со всего мира. Это и Соединенные Штаты, и Канада, и европейские страны. И мы получили серебряную медаль за разработку системы, которая называется OKID. Это система, которая в постоянном режиме отслеживает состояние оператора. Если он начинает часто моргать, зевать, искусственный интеллект это определяет и подает громкий звуковой сигнал, чтобы разбудить человека. У нас, к сожалению, очень часто бывает, особенно в ночных сменах, когда люди засыпают, и это приводит к определенным потерям. И техникой, и, к сожалению, даже к человеческим определенным потерям. Разработки у нас касаются целого ряда направлений. Это и телеметрия, и межмашинное взаимодействие. Все это направлено на то, что рано или поздно техника в полях будет работать самостоятельно, без участия человека. Мы проводим в постоянном режиме эти испытания. То есть, беспилотный комбайн у нас идет по полю самостоятельно, без участия человека. Некоторые наши, так скажем, партнеры демонстрируют беспилотные технологии, когда все время человек находится внутри. Мы предпочитаем делать это без участия человека, и человек стоит на краю поля. Ну и, безусловно, мы глубоко уверены в том, что любые беспилотные технологии, они связаны, в первую очередь, с технологиями дистанционного мониторинга за техникой. И для этого используем платформу Агротроник. Она начиналась как телеметрическая платформа, сейчас это платформа двухстороннего взаимодействия. То есть, мы получаем данные из техники, мы отправляем данные в технику. Соответственно, беспилотный комбайн будущего – это машина, которая будет дистанционно получать задания и выполнять их в беспилотном режиме. Собственно говоря, для этого существует Агротроник, но не только для этого. На сегодняшний день это решение, которое позволяет отслеживать сотни различных параметров, получать информацию о месторасположении, о режимах работы машин, о употребленном топливе и так далее, и тому подобное. В системе уже более 12,5 тысяч единиц техники. Ну, чтобы было понимание, практически все машины, которые сходят с конвейера наших заводов-изготовителей, они снабжены в базе трекером Агротроник, поэтому число машин неуплонно растет. Вот такой я подготовил слайд на основе испытаний, которые проводились в прошлом году. В одном случае использовалась система автоуправления, которая называется Агротроник Пилот 1.0, а во втором случае не использовалась эта система. Результаты, в общем-то, на мой взгляд, достаточно неплохие, потому что 3,5 дня экономии в уборочный период – это очень много. Это практически четверть всей работы по уборке зерновых культур. Сезон у нас уборочный в идеале длится 2 недели, поэтому 3,5 дня экономии, 3,5 рабочей смены – это очень хороший результат. Хороший он по двум причинам. Во-первых, оптимальные сроки уборки – это снижение потерь, и не поверите, вот за период экономии можно сократить потери до 80, точнее на 89 тонн. Вот те самые поля, которые бронуют после уборки, и которые потом иногда не надо пересевать, это вот как раз та самая история, когда мы можем достаточно существенно сэкономить. При нынешней цене на пшеницу 89 тонн, представляете, какие большие деньги. Это 30% увеличения производительности, которые к тому же приносят экономию в горюче-смазочных материалах порядка 120 тысяч рублей. И совокупная экономия на потере составляет только за 2 недели уборки более полутора миллионов рублей. К слову сказать, система автовождения наша, она стоит меньше этих денег. Поэтому расчеты некоторых наших коллег, которые утверждали, что окупаются за один сезон, они явно ошибочны. Система окупается только лишь за один период уборки. Если говорить о полностью всем цикле уборки, о зимах зерновых, к примеру, зерновых культур и пропашных культур, то как вы думаете, сколько будет экономия? Это такой спойлер, просто следующий слайд как раз таки будет нести информацию. Ну, по логике. В два раза, да? Нет, на самом деле не в два раза, а в четыре. Почему? А вот как раз таки экономика, расчеты экономически показывают, что несмотря на то, что увеличиваются сроки, точнее сокращаются сроки уборки, увеличивается экономия и за счет потерь, и за счет экономии ГСМ, и совокупно это составляет более 6 миллионов рублей. Это только одна система. Абсолютно весь цикл наших продуктов, которые можно использовать для автоматизации процессов в растеневодстве, он, все эти процессы, они стоят денег. Да, и вот один из инструментов интересных, которые в прошлом сезоне использовали наши пользователи, это RSM-роутер. По названию понятно, что это некий маршрутизатор. Не могу сказать, что это прямо аналог, но тем не менее у каждого из вас в телефоне, смартфоне есть навигатор. Яндекс-навигатор или Google-карты – это программные продукты, которые позволяют вам из точки А в точку Б передвигаться либо более оптимальным маршрутом, либо более коротким маршрутом, либо более быстрым маршрутом. Мы провели анализ и поняли, что подобная система очень нужна и применима в процессе проведения полевых работ. Мы увидели то, что зачастую работы проводятся достаточно хаотично. Это и двойные проходы, это и в целом как бы не всегда целесообразное движение машин в поле. Ну и, соответственно, RSM-рутер – это как раз-таки та самая штука, которая позволяет выстроить оптимальный маршрут движения в поле с учетом алгоритма минимального количества разворотов. Меньше разворотов – быстрее проводится операция. При этом, если мы говорим о ваших приложениях в телефонах, они просто показывают этот маршрут. А RSM-рутер выстраивает этот маршрут, отправляет в систему автоуправления сельхозмашинами, и выполняется в автоматическом режиме. То есть это еще один инструмент по пути к автономизации машин. У нас две разработки – система автоуправления – Агротроник Пилот 1.0 и Агротроник Пилот 2.0. Это системы, которые разработаны полностью нашими инженерами. Максимально используются компоненты российского производства, что, как вы понимаете, очень актуально на сегодняшний день. На днях одна из крупных мировых компаний заявила о том, что прекращает поставки оборудования в Россию, в систему управления. И тысячи пользователей в нашей стране, к сожалению, остаются без поддержки. И самое главное – без сигнала, который дает точность. Мы об этом говорили, не люблю на самом деле вот эти «а я говорил», а здесь по-другому никак не получается, потому что все мы знали, что в какой-то момент из-за санкций мы можем оказаться в такой ситуации. Мы разрабатывали систему, основываясь на том, что платные поправки – это, знаете, держать в уздечке клиента. Это неправильно. Понятно, что это коммерческая модель, но это все-таки неправильная модель. Поэтому наши системы обладают возможностью точности позиционирования в 2,5 см без платного сигнала. Мы не требуем никакой абонентской платы. Точность достигается использованием базовых станций, которые устанавливаются вот на такой треноге в поле, отслеживают спутники, определяют свое расположение с сантиметровой точностью и дают поправки бесплатно всем машинам, которые находятся в радиусе действия. Кроме всего прочего, у нас есть бесплатные дополнительные функции – это автоматические развороты, которые у конкурентов стоят несколько тысяч долларов. Это то, что ни у кого нет. Это поднимание, опускание орудия в начале и в конце гона. Это автоматическое управление скоростью. То есть тогда, когда мы показывали в прошлом году беспилотный комбайн, он все это делал сам. То есть участие оператора уже практически не требуется. Агротроник Пилот 2.0 – это усовершенствованная версия первого автопилота. И здесь используется комбинированная технология, впервые в мире гибридная технология – ГНСС РТК плюс машинное зрение. При этом ГНСС РТК обеспечивает точность 2,5 см, а машинное зрение – это элемент безопасности. Камера в постоянном режиме отслеживает посевы. И если вдруг, кроме самой культуры, возникает столб, дерево, кабан, не дай бог, человек, то машина останавливается в автоматическом режиме. Происходит это плавно. Даже если оператор уснул, он никуда не улетит. Это уникальная система. Мы поставили в прошлом году во многие регионы. Не любим хвастаться, но это действительно уникальная штука, которая в скором времени, надеюсь, завоюет практически весь рынок. Адаптивный круиз-контроль – это как раз-таки дополнение к системе автоуправления. В ваших автомобилях это просто кнопочка, которая позволяет удерживать одинаковую скорость, отслеживать расстояние до впереди идущей машины и поддерживать безопасную дистанцию. Здесь чуть более сложный механизм, отслеживает, управляет скоростью в зависимости от загруженности наклонной камеры. То есть, большее количество массы, более высокая урожайность, комбайн едет чуть медленнее, чтобы все это успеть переварить. Если урожайность снижается, на наклонную камеру меньше попадает массы, соответственно, комбайн ускоряется. Еще один важный инструмент – это карта урожайности. При том, что мы 10 лет уже идем на пути цифровизации в растеневодстве, мы, к сожалению, не достигли, не превысили 5% оснащенности системами урожайности на наших комбайнах. Первая и, наверное, самая главная причина всего этого заключается в том, что системы картирования зарубежного производства стоили неприлично дорого. То есть, миллион рублей за такую систему – это просто чудовищно дорого. Мы сделали свою систему на основе российских датчиков, влажности, потока массы, еще несколько контроллеров. Система ничем не отличается от зарубежных аналогов, кроме цены. Она существенно дешевле, и у нас есть возможность устанавливать ее на любой абсолютно комбайн. Российского производства, наш, Россельмашевский, или импортного производства. И мы верим абсолютно, что в самое ближайшее время, в течение 5 лет, до 100% машин, зерна и корма уборочных будет снабжены этой функцией. Потому что при нынешней цене на удобрение, Ольга Георгиевна, да, это же просто будет неправильно. 150 килограмм просто одним слоем разбрасывать. При помощи карты урожайности мы можем создать карту дефнесения удобрения и действовать уже правильно. Еще одна штука, которую мы уже на протяжении 3-х лет планомерно внедряем в российском пока растеневодстве, мы пока на зарубежные рынки с ней не вышли, хотя есть достаточно высокий спрос, это система РСМ ночного видения. Устанавливается специализированная камера, монитор, который позволяет ночью оператору видеть так же хорошо, как и днем. Яркая картинка, увеличение скорости и производительности практически вдвое. Я лично участвовал в этих ночных экспериментах. Дальность видения составляет до полутора километров. Особенно здесь, на равнинных территориях Ростовской области, совершенно спокойно 17-20 километров в час на гербицидных обработках мы ездили, проверяли. И сегодня эта система уже доступна практически всем фермерам. Наша дилерская сеть продает ее от Калининграда до Владивостока. Причем вот в Калининграде я успел спитать в этом году. Там тоже очень заинтересовались, несмотря на то, что у них, в принципе, достаточно лажный климат, но тоже есть проблемы с весенними, летними обработками. Еще один сервис, который у нас в прошлом сезоне стартовал, это RSM Face ID. До сих пор, в принципе, во многих учреждениях используются карточки для того, чтобы пройти на рабочее место. Но также и в комбайне, в тракторе используют многие крупные предприятия для идентификации оператора карточку. Но карточка – это штука несовершенная, ее можно забыть дома, ее можно сломать, ее можно потерять. И в конце концов она не гарантирует то, что действительно человек, который приложился, это тот самый человек. Поэтому мы решили использовать опять-таки технологию, которую у каждого из вас есть в руках. В ваших смартфонах это функция разблокировки экрана при помощи своего лица. Лицо тоже можно потерять, но в этих целях у нас есть еще специальный код разблокировки, который может продиктовать оператор на горячей линии. Эта система, в принципе, решает вопрос, связанный с многими, так скажем, кейсами, которые необходимы для идентификации оператора. И мы на внедрение этой системы практически не тратим времени. Достаточно просто фотографии внести в базу агротроника, и все операторы попадут в систему. У нас есть системы идентификации адаптера и системы идентификации процесса выгрузки. Вчера губернатор спросил, говорит, а зачем это? У нас система блокирует шнек, пока не приедет командист, у которого будет специальный брелок. Он говорит, а зачем это? Я говорю, ну у нас воруют, заворуют машины иногда. Вот, удивился. Также удивлялись и наши зарубежные коллеги. Тем не менее, идентификация процесса выгрузки очень важный инструмент, потому что мало просто вырастить урожай, мало сделать это, так скажем, наименьшими ресурсами, его еще надо успеть сохранить. Вот последний, наверное... Огрузить своим. Огрузить своим, да, чтобы настрон не ушел. Восемь лет примерно вот занимаюсь этой тематикой, и, к сожалению, эта тема не перестает быть актуальной. Ну вот, собственно говоря, те самые медали, которые мы получили за последние несколько лет. И приятно, что даже зарубежные конкурсы, в жюри которых нет ни одного русского человека, да, они замечают то, что Россермаш и в целом наша страна движутся в правильном направлении. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я хочу ответить. Спасибо, Олег Юрьевич. Олег Юрьевич, а скажите, вот, что из перечисленных систем в базовой комплектации у Вас? И второй вопрос, в связи с очевидным подорожанием, не планируете ли Вы отказаться от какой-то базовой комплектации для того, чтобы было дешевле, доступнее Ваша техника? Ну, если честно, Николай Васильевич, сейчас вопрос в цене не стоит. Но мы этим не пользуемся, в отличие от наших некоторых партнеров, которые в один день просто на 40% подняли цену. Это, 40% это очень много, да, я считаю, что это, ну, не совсем, ну, совсем неадекватно, да, речь идет не только о технике, но и о средствах защиты растений, вот. Ну, если, допустим, есть биржевой товар, такой, как минеральное удобрение, где, собственно говоря, ну, общемировая тенденция диктует цену, то, извините, на формуляцию некоторых там препаратов для защиты растений цена не могла так неадекватно вырасти. Поэтому всяческие спекуляции ценой недопустимы, и мы постараемся сохранить адекватные цены. Что касается опций, они у нас по стратегии изначально являются коробочными, вот, если не были на стенде, заходите у нас, вот эти красивые коробочки, это как раз вот те самые опции. Поэтому у нас, в первую очередь, это опции, но есть базовые комплектации, к примеру, автовождение. На сегодняшний день тренд за последние три года привел к тому, что, начиная с 30% оснащением системами автовождения, мы на сегодняшний день пришли к 80%. То есть клиент не хочет дополнительно потом что-то, чтобы кто-то устанавливал, все просят заводок. Вот, более 50% поставок прошлого года, они были также связаны с комплексным оснащением системами. Поэтому, ну, вот в этот сезон мы выходим с огромным количеством заказов машин вместе со всем фаршем. То есть люди, ну, там, все стоит недорого, понимаете, там, картирование урожайности за 350 тысяч, ну, это очень доступно. При цене, там, комбайна 12-15 миллионов рублей, это просто не для что. Вот, там, тот же транспорт ID, который одной машиной, ну, даже частью машины покупает с опцией, там, стоит 50 тысяч рублей. Конечно же, большинство заказывает в этой комплектации в полной. Вот, но, тем не менее, есть и те, кто по старинке говорит, да, я сам тут вот как-то справляюсь. Причем здесь не зависит от того, это крупное предприятие или фермер. Все хотят работать комфортно. Вот, я как-то раз там убирал кукурузу в течение двух часов, и вот это, знаете, мелькание перед глазами уже этих початков, этих растений, ну, это тяжело. Поэтому автоматизация, это даже без, там, резкого перехода к полным автономным машинам, она неизбежна. И совершенно точно уверен, что в следующий сезон у нас будет два варианта, да, машина с полным фаршем, да, и, так скажем, премиум, да, и машина, скажем так, для староверов, которые по старинке. Но таких будет все меньше и меньше, поверьте мне. А скажите, вот еще, хочу, Саша, сейчас вам, да, микрофон тоже. Вы назвали одну из систем, которые 6 миллионов можно сэкономить за сезон. А можно ли, вы, наверное, просчитывали, за сколько тогда купаемость комбайна вообще сокращается? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Конечно же, более оснащенные машины окупаются гораздо быстрее. Вот. И, ну, не надо быть великим математиком, чтобы понять, что машина с системой автоуправления окупится, ну, практически за 3-4, вся машина целиком. Система окупается за 2 недели, а весь комбайн окупится еще быстрее. Ну, конечно же, в первую очередь, благодаря тому, что будет меньше, будет выше производительность, мы быстрее будем убирать урожай. Мы, ну, я тут как бы больше акцент делаю именно на процессе уборки, потому что все-таки мы, как бы, оригинали все-таки компания, которая начинала с комбайнов. И для нас, в принципе, электронные опции – это не хайп, это не что-то сверхъестественное, это просто вот то направление, которым я руковожу. Оно сейчас помогает сделать машины более востребованными. Вот. И когда там выбирают между Россельмаш и каким-то другим комбайном, конечно же, оснащенность опциями и наши доводы по коэффициентам возврата инвестиций, они, конечно, учитываются. Олег Юрьевич, скажите, я правильно поняла, что Вы к системе «Агротроник» можете подключить любую технику? Любого производителя? Да. То есть даже те, кто сейчас остался без сигнала из-за опции, как-то могут оборудовать и участвовать? Смотрите, у нас созвучно «Агротроник» платформа, да, и «Агротроник-пилот». Вот «Агротроник» – это система, в которую мы действительно можем подключить все машины, включая, допустим, машины-переозчики, там, КАМАЗа. Более того, водитель КАМАЗа, благодаря РСМ-Роутеру, забыл сказать, да, имея приложение «Мобильный Агротроник», он видит место выгрузки. Вот, поэтому, да, «Агротроник» может всех, скажем так, увидеть и всю картину показать. Что касается системы автоуправления, ну, мы предполагали, что может быть такой вот исход, да, тем не менее у нас не было задачи обеспечения безопасности клиентов, которые, ну, попали сейчас в сложную ситуацию. Вот, наша задача сделать новую систему, которую мы предлагаем, независимой от вот этих платных поправок. Так, чтобы совсем, да, эти платные поправки, они генерируются в основном спутниками, которыми владеет не ГЛОНАСС, не наша группировка, а группировка GPS, американская. Вот, нам коллеги из нашего российского ГЛОНАСС обещают уже, вот, сколько себя помню, генерировать наши собственные поправки, но, к сожалению, они этого не делают, поэтому мы используем тот механизм, тот технически возможный механизм, который сейчас обеспечит, может, все это с минимальными, так скажем, вложениями. — Олег Юрьевич, еще, вы меня простите за этот вопрос, но не могу его не задать. Вот, когда санкции ввели против России, зарубежной, ну, западной страны, то первое, о чем задумали сельхозпроизводители, что будет с нашей техникой, в частности, там, полупроводники, микрочипы, все это оборудование, которое устанавливается на технику, скажите, вы оценивали уже риски, или таких рисков для России в нашей нет? — Слушайте, ну, мы люди, которые живут на земле и работают на земле, и, конечно же, было бы сейчас неправильно вчера, вчера было тоже, у нас круглый стол, вот, тоже эта тема была ключевой, и все вопросы были связаны как раз-таки с этим. — Да, мы понимаем все риски, к сожалению, мы уже даже имеем определенные сигналы от некоторых производителей о том, что они приостановят поставки, но на крупные предприятия, во-первых, во-вторых, нет ни одного на сегодняшний день монополиста в этой сфере. — Вот, есть, более того, есть дружественная нам восточная страна, вот, я лично получил пять писем от коллег из КНР, которые говорят, мы готовы, очень быстро, все, у нас полные склады. — Коллеги с этим столкнулись чуть раньше, да, помните, товарищ Трамп ввел тогда ненадолго против них санкции, вот, и они вот за этот короткий период, столкнувшись с тем, что заводы производят эти чипы, да, вот, а у них их не забирают, они сказали, «Так, товарищи, давайте внутри наладим производство». Вот, поэтому они научились, во-первых, сами перерабатывать все эти чипы, во-вторых, на сегодняшний день готовы поставлять ничуть не уступающие, более того, сделанные на тех же заводах, вот, так, чтобы совсем было понятно, да, все делается там, 99,9, даже то, на чем потом ставится клеймо Made in USA, там, Свизерланд и так далее, это все делается там, потому что невыгодно размещать производство там, где будет меньше, там, где будет меньше, там будет дороже, конкурентоспособность будет падать. Вот, и, да, мы оценили риски, мы сейчас делаем все, чтобы минимизировать возможные трудности, вот, и у нас есть четкое понимание, что для этого надо делать. Спасибо большое, это очень, это очень хороший, оптимистичный ответ. В зале есть вопросы? Есть вопросы, да. Олег Юрьевич, ну, вопросов нет, думаю, они появятся, на стенд, на стенд вам подают люди. Спасибо большое.